всем привет вы находитесь на канале оврашка лайф меня зовут наталья я живу в сибири в красноярском крае у нас сегодня 3 января поздравляю всех с новым годом всем счастья здоровья сегодня снимаю вам ролик у нас тут вьюжит пуржит пойду до курятника подошла я к своему курятнику более-менее ветер здесь тих в общем сегодня хотела вам рассказать про то каким образом я регулирую содержание протеина в кормах ну я не знаю как для кого для меня лично это всегда такая проблема не плане того что достичь до достичь протеина можно легко как вот его понизить хотела сегодня рассказать каким способом я регулирую содержание протеина и сейчас зайдем курятник я вам покажу что чего у меня на сегодняшний день вот мои курочки кормлю я своих цыплят своим комбикормом которые я делаю сама ролики есть у меня на канале кому интересно ссылочку оставлю кто не смотрел оставлю ссылочку под видео и вот чего мне вот эта тема сегодня да про протеин ну потому что корма делаю да и скоро моим цыплятам уже будет два месяца да и после восьми недель по правилам выращивания кур яичного направления значит нужно снижать уровень протеина ну по все во всех учебниках я это читала прямо существенно снижать уровень протеина для цыплят для чего это делается это делается для того чтобы ну во первых предотвратить преждевременное половое созревание ну и в плане формирования здорового организма потому что высокий уровень протеина сказывается на формирование негативно сказывается на формирование всяких репродуктивные функции и мочи половой системы ну все знают да что содержание протеина то бишь белка в кормах является играет одну из ключевых ролей да на продуктивности наших животных да то есть и не то мясо молоко и так далее для всех абсолютно животных и для каждого вида животных предусмотрена своя норма по содержанию этого белка в кормах а то есть для одних живот одно количество протеина для других животных это количество будет недостаточно нужно больше ну вот для каждого вида животных своя норма когда белка не хватает в корме то что это очень сильно сказывается на показателях, вам с курой нестись не будут, бролер расти не будет, молоко будет жидкое, не очень хорошее по белку. Ну и переизбыток протеина тоже ничего хорошего не приносит. Во-первых, животные начинают болеть. Обмен веществ, это сразу заболевание обмена веществ, всякие подагры и так далее. Мочеполовая система страдает у животных, у всех. И постоянный переизбыток протеина вызывает нарастание этих заболеваний и очень часто даже может привести к гибели животного. Кроме того, когда протеин всегда завышен в корме, ухудшается качество продукции. То есть яйцо становится таким жидким, белок такой жидкий в яйце. Потом мясо становится жёстким. Ну ничего хорошего переизбыток протеина также не несёт. Поэтому очень важно поддерживать количество протеина именно в том количестве, количество в том количестве, в норму, которая предусмотрена именно для данного животного. Допустим, я сейчас рассказываю про кур. У кур и мясо-яичного направления нормальный уровень протеина 16-17,5% от массы всего дневного корма, который курица съедает. Ну понятно, да, что для того, чтобы принять решение повысить его или понизить, нужно примерно понимать, какое количество у тебя сейчас куры едят протеина. Как это сделать? То есть его нужно посчитать протеин. Ну, самый лёгкий способ посчитать – это иметь, как я нашла в интернете, калькулятор комбикорма. Ссылки я почти под каждым видео даю, ну и под этим тоже оставлю. То есть этот файл в формате Excel, где введены все компоненты, ты вводишь в какое количество, какой компонент ты даёшь, и у тебя там высчитывается, соответственно, какое количество протеина содержит твой корм. Если покупной корм берём, то там, как правило, все эти количества прописаны на ярлыках, поэтому уже есть своё понимание. Но важно при расчёте, какое количество протеина получают твои куры, учитывать все подкормки, все добавки. Овощи, если вы даёте дополнительно мясокосную муку, что-то ещё, это всё нужно учитывать в общем количестве протеина дневного, который поедают ваши куры. Итак, как же я регулирую протеин? Ну, сначала расскажу, как я его повышаю. Ну, мне кажется, повышение протеина – это вообще самый лёгкий, ну, с моей, конечно, точки зрения, способ. То есть, ну вот, расскажем для цыплят. Расскажем для цыплят. Самый лёгкий способ повысить протеин – это добавить продукты переработки сои. В частности, я добавляю соевый шрот. Очень, прям, незначительное количество соевого шрота здорово сразу увеличивает содержание протеина. Но, понятное дело, что одним соевым шротом поднимать протеин не стоит. Нужно добавлять ещё какие-то продукты животного происхождения всё-таки, потому что растительный белок, хотя и соевый белок приближен по составу к животному, но всё равно животный белок – это есть животный белок, никуда от этого не денешься. То есть, он более полноценный, правда, более дорогой. Плюс ещё соевого белка в том, что он содержит в большом количестве те аминокислоты, которые необходимы именно для вот этих животных. Эти аминокислоты называются лимитирующими, которых вот именно они, ну, как это сказать, необходимыми. Это метионин, цистин, трептофан и лизин. Лизин, вы знаете, также для свиней очень важен. Метионин и трептофан – это куры. Ну и вся птица, конечно. Поэтому соевый белок, продукты переработки сои очень здорово повышают протеин. Максимальная дозировка соевых продуктов в кормах примерно 15-20%, иногда доходит до 30%, но это для таких видов животных и птиц, для которых требуется высокий уровень протеина в кормах. Это индюки, перепела. И там высокий процент протеина, по-моему, 28-30% должен быть. Ну и, соответственно, сои нужно туда добавлять больше. А для кур, в принципе, ну, 10-15% сои в корме будет уже достаточно. Я своим цыплятам добавляла где-то, наверное, процентов 17. Ну, сейчас я уже, конечно, это снижаю. И, кроме того, хорошо поднимают протеин подсолнечный жмых. Ну и продукты, как я уже сказала, животного происхождения. И если в вашем корме, да, или в камбикорме эти продукты присутствуют, то, скорее всего, протеина достаточно для ваших животных. Другой вопрос, как его понизить. Как я уже сказала, ну, я вообще частенько увлекаюсь протеином, и я понимаю, что у меня он завышен, да. Плюс цыплятам нужно понижать своевременно. И у меня возникала всегда проблема, как же его понизить. Потому что, как бы я его, что-то такие там вариации не делала, у меня всегда получался он больше, чем надо. Думаю, господи, ну как его повысить? И вот у меня этот калькулятор комбикорма, и я приспособилась, посмотрела, какой продукт я добавляю в состав корма, который понижает содержание протеина. Ну вот я вот скоро буду делать комбикорм для цыплят, да. Каким способом я буду понижать протеин? Полностью убираю сою и все бобовые продукты. То есть гороха тоже не будет. Но заместо них я добавлю овес. Овес не, ну как бы, не очищенный с пленками. Добавление неочищенного овса с пленками очень здорово снижает протеин. Плюс это вот овсяные отруби, да, вот эти вот пленки, хороший источник клетчатки, соответственно, ну и содержание минеральных элементов. Соответственно, для организма, для костей, для, ну, всеобщеукрепляющие свойства, это наоборот будет плюсом. А также травяная мука. Не мука крапивы, не мука люцерны, а именно травяная мука снижает уровень протеина в корме. Но травяная мука такой продукт, которого много вводить нельзя. Поэтому я понимаю, что сильно им все равно не снизишь. Кроме того, я для себя сделала такой, как сказать, вывод, что отруби добавлять, да, пшеничные, ну, протеин ты особо не понизишь отрубями. Сильно убирать продукты животного происхождения, да, тоже, ну, как бы не стоит. Единственное, что можно понизить количество рыбной муки за счет повышения количества мясокосной муки. Ну, или, может быть, эти продукты покупать с более низким содержанием протеина в составе. То есть, есть такие, продаются. Я вот в прошлом году налетела на такое, думала, что мясокосная мука с хорошим количеством протеина, а там был низкий процент протеина. Ну, я это узнала уже потом, когда поехала второй раз покупать. Ну, также регулярный прикорм овощами снижает уровень общего дневного протеина в корме. Ну, кроме того, это очень полезно, да, микроэлементы, витамины, особенно вот в зимнее время, ранней весной, когда организм у нас находится, как бы, эти все вещества находятся в дефиците, соответственно, дополнительно будет плюсом. Кроме того, в состав корма вводят кукурузу с одновременным уменьшением по количеству пшеницы и ячменя. То есть, кукурузу добавляют и на это же количество уменьшают пшеницу. Кроме того, у кого есть возможность, добавляют рис, потому что рис практически не содержит белков. Но тут есть опасность, что кукуруза и рис, они очень богаты углеводами. И если ваши животные, птицы, содержатся в ограниченном, вот как сейчас у меня, да, ну зимой, в ограниченном пространстве и у них мало возможности двигательной активности, то есть риск, что могут куры зажиреть. Поэтому очень осторожно нужно это все делать, как бы лучше такие вещи, наверное, все-таки делать, когда есть возможность нормально двигаться. Что важно понимать, когда начинаешь регулировать содержание протеина в корме, особенно в части его понижения? Снижение количества протеина ведет к недостатку необходимых аминокислот, про которые я сказала выше. То есть это метионин, цистин, триптофан, лизин. Соответственно, в этот период нужно в корма добавлять витаминно-минеральные добавки, которые содержат в своем составе вот эти аминокислоты. Ну, практически все сейчас добавки витаминные, они эти аминокислоты содержат. Как я уже вам рассказывала, какую витаминную добавку добавляю я, это ганаминавид, там все это содержится. Соответственно, я им регулярно в течение этого периода в корма добавляю этот ганаминавид. Вот я сегодня своим курочкам раздербанила капусту и они вот ее ходят, клюют. Капуста у меня лежит на улице, она замерзшая. Я качан заношу, он за ночь растаивает и вот утром я им даю. Видите, вот лежит они, клюют. Вот лежит. Плюс это дополнительный источник молочной кислоты, которая очень полезна для кур. Ну и не только для кур, для всех. И также источник серы. Ну, в общем-то, это все, о чем я сегодня хотела рассказать. Чем поделиться. Кому это было интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. А сейчас всех всего доброго, всем всего хорошего, еще раз с Новым Годом. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ